Первая игра была в чемпионате пролиги, начали чемпионаты. Поэтому волновались, волновались. Плюс, шут. Видно, что полет шут, мягкая, естественно. Что-то получало, что-то не получало. Первая игра, могли и были, могли и проиграть. Ничего такого на канале нет. У нас есть определенные тактические схемы. Сегодня, по крайней мере, используем. Еще раз говорю, что-то получалось, что-то не получалось. Поэтому команда в целом, скажем так, почти 90% новых игроков. Поэтому можно было сегодня выиграть. Но ничего не получилось. Вопрос был такой, а Бухара где будет проводить домашние игры? А я подумал, что какой-то стадион. Нет, в стадионе. А, нет, в стадионе. В стадионе мы первый круг будем играть на Буньоткоре. На Буньоткоре. Стадион Буньоткоре в Ташкенте. А, во-вторых, нас уже были готовы и были понимать. Все домашние игры, да? Да. Ну, это как руководство сказал. Мы сейчас... Ну, это я не знаю, это уже не ко мне, это вопрос к директору. В про-лиге, во-первых, задача выйти в премьер-лигу, да? Это не только у нас, у многих команд. Поэтому чемпионат, мне кажется, будет очень интересный, да? Это восемь команд, четыре круга. Это постоянно ты в ритме игре, в игре. Плюс такой фактор, что ритм игры, он, скажем, все время развивается, да? То есть нет определенных стопов, да? То есть есть и плюс, и минус, но в целом, безумно, интересный чемпионат. Поэтому посмотрим, как что будет. Вот мы первая игра с нолейки сегодня. Мы вчера были на матче. Маршал, Капа тоже понравились играть. Сегодня тоже такая игра, да? Пусть, как сказать, победить меньше. То есть задачу будет сильнейшая команда в этом. Спасибо, конечно, руководству, ТФЛ, что создает формат. Мне кажется, будет очень интересно. Пусть, как вы думаете? Как вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Ну, первая игра, да. Во-первых, команда не входит в игровой ритм. Поэтому ничья. Думаю, сегодня и Шуртану, как бы, одно очко и у нас, одно очко. Надо же с чего-то начать. Ребята, большое спасибо за игровую ритм. Ребята старались. Что-то получалось. Что-то не получалось. Поэтому нормально. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова